Всем здравствуйте! Сегодня я вам расскажу про жизнь и творчество Проспера Мереме. Проспер Мереме – французский писатель, переводчик, историк. Будучи одним из ярчайших новеллистов XIX века, внёс большой вклад в развитие мировой культуры. Проспер Мереме, биография которого характеризует его как разностороннюю личность, также был известным археологом и этнографом. Будущий писатель родился 28 сентября 1803 года в Париже в богатом интеллигентном семействе. Родители Проспера занимались живописью, в их доме часто собирались представители столичной богемы, известные музыканты, философы, художники, литераторы. С ранних лет Проспер был погружён в атмосферу искусства, которая сформировала его интересы. Он очень чутко реагировал на прекрасное. С удовольствием читал сочинения больнодумцев XVIII века, изучал латынь и английский язык. В возрасте восьми лет прекрасно развитый Проспер экстерном поступил в седьмой класс императорского лицея. После его окончания он, по совету отца, поступил в Сарбонну, где стал изучать право. Мереме-старший мечтал о карьере адвоката для своего сына. Однако Проспер без энтузиазма отнёсся к этой перспективе. После окончания образования он получил должность секретаря графа Даргу, одного из министров июльской монархии. Со временем стал главным инспектором исторических памятников Франции. Эта работа пришлась по душе будущему писателю, который всегда высоко ценил искусство. На новом посту Мереме делал всё возможное, чтобы сохранить культурное наследие Франции. Благодаря его настойчивости были отреставрированы шедевры французской средневековой архитектуры. Многие старинные здания были очищены от современных архитектурных наслоений и показаны в своём первозданном виде. Проспер Мереме был знаком со многими известными людьми, среди которых были как члены королевских фамилий и государственные деятели, императрица Евгения, Наполеон III, так и самые яркие представители науки и искусства – Стендаль, Телеклюс и другие. Мереме написал своё первое произведение в возрасте 20 лет. Дебютной стала историческая драма «Кромвель», которая встретила большое одобрение Стендаля. Однако самому автору она не понравилась, и он так и не опубликовал своё произведение. Свой первый сборник поэтических пьес «Театр Клары» Гасуль Мереме решился напечатать под псевдонимом. Вторая публикация сборника «Народных песен» Гузла также стали весьма удачной мистификацией. После первого удачного опыта Проспер Мереме стал публиковать произведение под своим именем. В 1828 году свет увидели драмы семейства Карвахаля и Жакерия. Наибольшую популярность Мереме принесла новелла «Кармен», на основе которой была поставлена одноимённая опера «Жоржа Бизе». Содержание произведения сводится к описанию «Страстной любви», «Цыганки» и «Солдата». Также авторству Мереме принадлежит несколько сочинений по истории Греции, Рима, Италии, основанных на изучении источников. Проспер Мереме увлекался творчеством русских писателей. Особенно его интересовали работы Пушкина и Гуголя. Он изучал русский язык, чтобы читать книги в великих русских классиках в оригинале. На протяжении всей жизни Проспер Мереме сохранял статус холостяка. Лишь после его смерти стало известно о его отношениях с противоположным полом. К наиболее продолжительным его романам следует отнести связь с Шарлоттой де Лессер и Женида Кен. В последние годы жизни Мереме был очень одинок. Состояние его здоровья стало быстро ухудшаться. И, по совету медиков, Мереме поселился в Каннах. Там и скончался французский писатель 23 сентября 1870 года. Всем спасибо за внимание. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok